Добрый вечер! В эфире телевидение «Электрогорска» в студии Екатерина Акаба. О главных событиях к этому часу в нашем информационном выпуске. Смотрите сегодня. Лицеисты приняли участие в ежегодном зональном этапе областного слета отрядов юных друзей полиции. Денис Семенов проверил работу городского рынка. На территории детского сада 41 «Гнездышко» прошел зональный семинар педагогов дошкольного образования. Очередная победа электрогорских спортсменов. Наши ребята стали призерами в соревнованиях по греко-римской борьбе и тяжелой атлетике. А теперь подробнее. Ежегодный зональный этап областного слета отрядов юных друзей полиции проводится с важной и актуальной на сегодняшний день целью профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений среди подростков. Подробности смотрите далее. Ежегодный зональный этап областного слета отрядов юных друзей полиции проводится с важной и актуальной на сегодняшний день целью профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений среди подростков. В этом году учащиеся седьмого класса лицея впервые приняли участие в таком мероприятии. Наши ребята поехали первый раз. У нас в этом году уже новая команда, потому что предыдущие у нас друзья полиции выросли. Теперь у нас были маленькие ребята седьмой класс. Юным друзьям полиции предстояло пройти непростые испытания. Проходило пять конкурсов. Это был конкурс по правовой подготовке, по медицинской подготовке, по спортивной подготовке, по строевой и творческий конкурс. Ну и мы получили первое место за творческий конкурс. Конечно, нашим ребятам было нелегко соревноваться с опытными командами, но несмотря на это они достойно выступили на первом своем слете. Команда начата конкурса медицинской подготовки собрана. Построена. Вольно. Зато в творческом конкурсе нашим ребятам не было равных. Среди 20 команд Восточного Подмосковья показательное выступление наших ребят стало лучшим. Удивляй, удивляй, удивляйся любви. Без сомнений не встречай, повороти судьбы. Воздущий, ищи и сомнений в любви. Помни, что ты сильнее, сильнее, сильнее любви. Забирай только сердце в своих и раскрашивай счастье своим каждый миг. Без боясь и напротив течения плыви. Помни новое, светлое. Помни, что здесь все зависит от нас самих. В творческом конкурсе занимает команда «Вручата». По мнению организаторов конкурса, подобные мероприятия являются важным моментом. Воспитание у молодежи гражданских ориентиров, чувство долга и патриотизма. На будущий год какие у вас перспективы, планы? Ну, они съездили, посмотрели, поняли, что это такое. Конечно, им очень понравилось, но они очень переживали. Поэтому теперь на следующий год они, по крайней мере, будут знать, будут стараться, сказали, будут готовиться очень хорошо. Денис Семенов проверил работу городского рынка. Встретился с руководством, проверил территорию, пообщался с предпринимателями. Подробности в материале коллег. Не так давно произошла смена руководства на городском рынке. И в ходе визита глава проверил организацию работы, прошел по торговым павильонам, оценил качество уборки на территории рыночной площади. Руководителю рынка МУП порядок Виктории Гусевой глава поручил решить вопрос с уборкой и подготовкой к зиме. Флаги должны висеть, и они должны висеть в регулярный характер иметь. То есть, не какие-то там праздники, мы их вешаем, снимаем, просто повесьте, чтобы они находились постоянно. Второе. Ваша парковка разделяет рынок парковку и теплосеть. Вот этот участок теплосети, получается, от Емеля до Горького 1А. То есть, следите за порядком и частотой. Сейчас подошел, посмотрел, там пакеты, бутылки летают, там, ну вот я подошел, посмотрел, есть. То есть, что дворник каждое утро проходил и собирал этот мусор, который, в том числе парковка. По ограждению забора, учитывайте, что в этом году, я думаю, наверное, вы уже не успеете, но на следующий год обязательно, он должен быть, все ограждение покрашено. Как и бетонное ограждение, так и это ограждение. То есть, вы должны учитывать у себя в расходах эти затраты. Были сделаны некоторые замечания по содержанию торговых точек. Там поддон стоит, тут все соберите, уберите, чтобы, ну, здесь этого не было. У вас все-таки, как-никак, тут центр, вот здесь вот это что такое у вас? Ну, Лариса, вот это вот все загорится, кто будет? Весь рынок будет гореть? Сейчас выполняется работа по строительству здания крытого сельскохозяйственного рынка. Ведется обустройство наружных сетей. Со всеми контролирующими службами на месте обсудили вопрос улучшения работы. Рынок востребован, людей много, в целом он организован удовлетворительно. С целью обмена опытом по воспитанию дошколят 18 октября в Электрогорске на территории детского сада 41 Гнездышко прошел зональный семинар педагогов дошкольного образования. В семинаре по передаче накопленного опыта в свете новых стандартов образования участвовали педагогические работники из Павловского посада, Орехово, Зуево, Ногинска, Электрогорска. Наша задача донести до педагогов современную образовательную практику, показать им, каким образом необходимо строить образовательный процесс в свете новых требований, показать открытые мероприятия с детьми, немножечко рассказать теоретический материал, как это должно быть, для того, чтобы каждый из них в своей профессии, в своей профессиональной деятельности смог использовать эти навыки, эти умения, знания и выполнять те требования, которые предъявляются в современной России к нам, педагогам дошкольного образования. В соответствии с новыми стандартами образования на базе детского сада номер 41 создана и успешно существует стажировочная площадка по внедрению в практику новых форм, методов и приемов воспитания малышей. Начиная с октября 2017 года в нашем городе проходят курсы повышения квалификации для педагогов дошкольных образовательных организаций по реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в педагогической практике. Сегодня получается второе заседание в рамках этих курсов, оно проходит на базе нашего детского сада номер 41 «Гнездышко». Гости семинара ознакомились с методическими материалами, подготовленными воспитателями детского сада. ...технологиями, как организовать детей, как развивать их творчество, как развивать их мышление, заострять внимание, развивать память. Наши педагоги тоже выполняют творческие работы, придумывают символы к своей профессиональной деятельности, с чем бы они ее связали, ищут положительные и отрицательные стороны в современных методиках, говорят о трудностях, с которыми они сталкиваются в своей работе, и все вместе мы учимся эти трудности преодолевать. Предлагаем все вместе те решения, которые помогли бы всем нам организовать так работу с нашими малышами, с нашими воспитанниками, чтобы все занятия и вся наша работа для них была интересной, познавательной, и приносила им только положительные эмоции, конечно же, давала знания. Педагоги посетили интересные практические занятия воспитателей с детьми. Делимся опытом, прежде всего, хотим молодым показать, как вот надо организовать, как детей организовать, как внимание их настроить и заинтересовать, чтобы подучились. В первые годы жизни ребенка велика роль заботы, эмоциональной связи со взрослыми, будь то родители или воспитатель в детском саду. Именно на гармоничное детско-взрослое общество направлены новые формы образовательной деятельности. Мы пытаемся их заинтересовать, создать в группе уютную, непринужденную обстановку, чтобы детям комфортно было, и с нами они больше находятся, чем с родителями, и всегда и прижать его к себе, там утром особенно, чтобы мама ушла, а он не переживал или там девочка. Я думаю, что мы заменяем родителей даже им, потому что большее количество времени они с нами находятся с утра и до вечера. Некоторые даже до семи, до полседьмого. И мы с ними, а мама потом придет. Новый взгляд на воспитание, обучение и развитие детей требует нового подхода ко всем этапам образования. В практике дошкольных образовательных учреждений появляются интерактивные доски, где дети сами могут принимать участие не просто как зрители в выполнении каких-то заданий, а сами решать эти задачи. Есть уже компьютерные классы даже в некоторых детских садах, и это используется. Но мы все-таки стоим на том, чтобы все было дозировано и умеренно. Поскольку с гаджетами они сталкиваются в повседневной жизни, наверное, большую часть времени, которое они находятся за стенами детского сада. Поэтому мы используем только такие моменты в качестве образовательной деятельности. Помимо современных методов и приемов в процессе обучения, педагоги используют традиционные формы воспитания, на которых выросло старшее поколение. Необходимо решить какую-то задачу, когда мы говорим о безопасности. Нам на помощь приходят современные мультфильмы, которых очень много, отечественных, которые очень яркие, красочные, где персонажи действуют быстро. Дети с ними очень хорошо знакомы, и нам, педагогам, даже общаться легче с детьми, потому что эта информация у них уже есть. Совместными усилиями педагоги, воспитатели, родители готовят малышей к взрослой жизни, вооружая их необходимыми знаниями, умениями и навыками. Те знания, которыми они уже обладают на данный момент, могли их использовать в своей деятельности. Все происходит через игру. Но это не такая игра, к которой, может быть, привыкли современные дети, игра на один на один с техникой. Это игра коммуникативная, игра через общение, через действие, через информационно-коммуникационные технологии, которые нас в данном случае выручают, и детям очень интересно. Это познавательные мультфильмы, это дидактические игры, которые мы также разрабатываем благодаря современной технике. Электрогорские спортсмены стали призерами в соревнованиях по греко-римской борьбе и тяжелой атлетике. Мы встретились с их тренерами и узнали подробности. В Матищинском центре единоборств спортивного комплекса «Строитель» состоялось открытое первенство спортивной школы по греко-римской борьбе. В нем приняло участие 103 юных борца из разных городов Подмосковья, Электрогорской, Электростали, Одинцова, Ногинской и Королева. Прошлую субботу ездили в город Матищи, занял второе место. Выиграл соперника, которого до этого представляла особую сложность. В эту пятницу отъезжаем на соревнования по греко-римской борьбе в Рязани на центральный федеральный рок-рок. Такие соревнования – отличная возможность набраться опыта и проверить свои силы в схватках с соперниками. А что ты делаешь для того, чтобы побеждать? Нужно больше тренироваться, держать себя в руках и в основном не бояться. Только, скорее всего, это и мешает. Несмотря на юный возраст, ребята проявили небывалое упорство и силу воли. Мы выполнили цели тренера и выиграли тех соперников, которым чаще всего проиграли. И пусть пока у ребят все получается, впереди у них еще немало славных побед над противником и над собой. К сожалению, я проиграл сильному сопернику. В следующий раз буду стараться выиграть. А что ты делаешь для того, чтобы выиграть, чтобы победить? Каждый день хожу на тренировки, стараюсь, узнаю новые приемы. А тренировки не мешают занятиям в школе? Нет. Ребята из спортивного клуба «Ровесник» имени Владимира Костина 13 и 14 октября приняли участие в первенстве Московской области по тяжелой атлетике. Я принимала участие в городе Коломна, первенство России Московской области. Я заняла второе место в категории 44 килограммов. В первенстве спортсмены показали отличные результаты и привезли в наш город третье общекомандное место. В соревнованиях участвовали более 16 команд разных городов. Я занял второе место в весовой категории до 62 килограмм. По итогам соревнований электрогорские спортсмены показали достойный результат в своих весовых категориях, а в командном зачете заняли почетное третье место. Тяжело быть победителем, потому что нужно стараться напрягаться, поднимать веса больше, чем твои соперники. Кроме этого, Владимир Маякин и Анастасия Семенова выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта. В студии была Екатерина Акаба. Желаю вам хорошего вечера. До встречи на канале ТВЛ. Субтитры подогнал «Симон»